Я понимаю, насколько я боюсь, но я всегда не буду, что-то, короче, снова... Мы стали с интересными, потому что каждая группа индивидуальна, и у каждой группы есть свои положительные моменты, то есть в каждой группе есть что-то крутое, поэтому все выступили отлично, и вообще была классная атмосфера, прям приятная. Я хотел бы увидеть седьмую расу, потому что довольно-таки неожиданный гость, и, собственно, ты слушаешь их с детства, и тут неожиданно они выступают, и это, конечно, ну, это был кайф. Самый, я думаю, такой для меня удивительный, потому что других ребят мы выступали с ними уже несколько раз, там, с тем же мультипасс, который очень прикольно вносит такую лиричную нотку в фест, вот, но вот седьмая раса, наверное, самое большое удивление. И, возможно, одна из самых лиричных ноток. Ну, да, особенно для тех, кто, ну, рос на этой музыке, вот, потому что я прям помню, как мы искали эти треки, да, там, в детстве, и где-то их пытались выслушать, а тут, собственно, вот они и на сцене. С каким у тебя треком ассоциируется седьмой раз? Первое, что на он приходит? Вечное лето, сто процентов. Когда ты только понимаешь, что такое монтажная система, и клепаешь из фотографий каких-то видосов, какие-то свои тусовки, и вставляешь туда, там, в основном, этот трек или что-то похожее, естественно, вечное лето, сто процентов. Хорошо. Поскольку вы только из Питера, вы ночью, судя по всему, провели в поезде, да? Да, две подряд, скажем так. Как вообще вот эти вот переезды? Чем старше я становлюсь, тем больше я понимаю, что тяжеловато, конечно, потому что и спать хочется, и недосыпы, и вот это все, но это потому что я старый. А так вообще... В МФС только такие люди выступают? Ну, да, потрясти этим песком приходят. Ну, мы уже не отказываемся от тапочек в поезде, и, собственно, узнаем, что, оказывается, за 150 рублей можно пойти в душ, и встаем на полчаса раньше, то есть, и так же ненавидим храп. Но в целом, в целом нормально, то есть, это такой режим, который, ну, как раз держите в тонусе. Единственное, о чем думали, по крайней мере, все это время, потому что мы раздали в Питере очень круто, несмотря на то, что у нас вместо гитариста надувная кукла, потому что он с нами не смог быть. Хотим просто здесь еще сил достать изнутри и раздать еще и в Москве, потому что здесь на 300 человек больше уже, поэтому ответственность повыше. Как вы вообще заряжаетесь? Вот энергии перед выступлением есть какие-то секретики, ритуалы? Не знаю, кто... Лайфхаки. Надо войти в состояние потока. Ну, я, например, спиваюсь, или, не знаю, если... Ты же так же, я спиваюсь. Я спиваюсь, не, я распиваюсь, в смысле, ну, как бы распиваться перед концертом, соответственно, отдыхать, если сильно устал, например, там, не знаю, поспать чуть-чуть, вот, ну, как бы такая, типа, самая обычная такая, какая-то штука. Распрыгиваться. Часто распрыгиваться помогает, да. То есть, когда заклеил все, там, и нейры, все остальное, проверить, чтобы ничего не шаталось, не прыгало, что все радюхи работают, ну, и, собственно, немножечко физрухи, она всегда на плюс. Ну, да. Это плюс. Особенно с годами, да? Это да. Мы тут с Расичем вот до этого обсуждали, что такое эмо. Давайте так, если какого-то иностранца вас бы попросили познакомить с русской эмо-культурой, на примере какой-то группы, вы какую бы группу включили и какой трек? Скорее всего, я бы включил «Маршака». И 30 дней февраля. Это группа из старой гвардии, они уже сейчас не играют, и они начинали играть эту музыку, когда она еще вообще не была мейнстримом. Поэтому, собственно, именно их. Ну, вообще, очень много групп из тех времен было, но вот этих я могу выделить, потому что они прям такие уникальные, скажем. Так, окей, а ты? Да не знаю, я, наверное, что-то стандартное, типа «Оригами», наверное, какой-нибудь вспомнил бы. Это те треки, которые были на слуху и которые всегда, собственно, ассоциируются с этим, поэтому первое, что приходит в голову, наверное, они. А есть ли, наоборот, какому-то русскому человеку, который, типа, интересуется и что-то зарубежное, чтобы ты бы такое включил и сказал, вот для меня вот это, типа, эталонное, там, иностранное эмо? Хопс Фолл. У меня два диска есть дома. Ну, вот, да, это тоже группа, на самом деле, не шибко на слуху, потому что, ну, в основном, в основном все выбирают, ну, выбрали бы, наверное, ответ «Онде Роуд», потому что они прям очень ярко ассоциируются с этим совсем. Но для меня хопс Фолл, потому что это именно вот эти гитарные классные партии, которые, типа, очень душевные, скрим и вот это вот сочетание всего вот этого, оно прям дает хорошую энергетику. Ну, вообще, у меня, то есть, я по стилям, не знаю, My Chemical Romance, это эмо? Конечно. Ну, вот тогда, наверное, да, да, то есть, Black Parrot, все дела. Когда я в последний раз, когда я в последний раз Трошамбо играл, мы с тобой это обсуждали на стриме, было ли года полтора назад, да, по-моему? Это, да, было где-то около года, наверное, назад, все-таки, ну, чуть менее года назад, потому что мы играли летом на фестивале. И, да, в Новгороде. И больше мы вот не играли. Ну, и сейчас вот, собственно, два концерта. Какое-то есть понимание, когда в следующий раз теперь вас можно будет увидеть? Я думаю, можно такой мысль, наверное, только осветить. У нас пока никакой информации об этом нет, но мы видим такую цифру, как 20, и она грядет. Вот, и поэтому 24-й год для нас обозначен как 20-летним группы. Все, что мы успели подготовить к этому событию, это во время макарон с картошечкой и сегодня сказать, что, бля, надо что-то сделать. Вот, поэтому мы думаем в эту сторону, вот, и планируем. Вот, но пока это даже не то, что не центральная информация, об этом обсудили только мы с Кобзиком, и Дедов сказал, угу, когда ел макароны, вот, поэтому. Мне кажется, ну, многие люди были бы, конечно, рады, учитывая, что вы не так часто в целом играете, и если хотя бы через годик, типа, вот такое, в честь 20-летия какой-то концерт, это было бы круто. Ну, что-нибудь придумаем. Есть рубрика, которую мы проводили когда-то, вот, там, седьмой раз относительно недавно, а с вами не делали ни разу. Она называется No Mercy. Спасибо, что досмотрели ролик до конца. Будем рады вашим лайкам и комментариям. Будем благодарны, если подпишетесь на канал, нажмете на колокольчик или расскажете об этом ролике на одной из своих страниц в соцсетях. Ну и ссылка, по которой нас можно поддержать рублем, также в описании. Имена донатеров мы будем публиковать в титрах наших роликов. Спасибо. Спасибо.